70-летний Грэйди Килгар, медвежьего облика здоровяк с бочкообразным торсом, до 1958 года был шерифом полустанка, а потом вместе с женой Гледис перебрался в штат Теннесси. «Нынче он и его внук приехали сюда из Нэшвилла и, стоя на путях, смотрели на противоположную сторону улицы, где некогда располагалось кафе полустанок. Сейчас оно, обвитое по эрарии, было почти неразличимо. — Вон старая почта, которой заведовала Дот Уимс, — Грейди показал на соседнее здание. — А рядом салон красоты «Опл Батс», где по субботам твоя бабушка делала себе прическу. Озираясь, он печально подмечал разительные перемены, произошедшие с городком. После строительства кольцевой шестиполосной автомагистрали старое двухполосное шоссе из Бирмингема в полустанок зачахло. И здешние окрестности превратились в свалку. Вдоль пути ржавели, разваливаясь на части старые легковушки и грузовики, повсюду пустые пивные банки и бутылки из-под виски, и горестная, прежде не виданная мета времен, россыпь наркоманских причиндалов. Баптистская церковь, где преподобный Скрогенс читал воскресные проповеди, совсем обветшала. Витражные окна разбиты, молельные скамьи вынесены и распроданы. Кое-какие старые здания уцелели, среди них дом Тредгудов, но и он дышал на ладан. Вандалы постарались от души. Грейди глянул на внука и покачал головой. Вспоминаю, как здесь было раньше, и от нынешнего зрелища прям воротят. Пусть не открыточный красавец, но городок всегда был чистенький, а теперь стал помойкой. Вон дом Тредгудов, весь измалеван, окна высажены. Сейчас по нему не скажешь, а ведь был самым красивым в городе. Хоть убей, я не понимаю, отчего полустанок в таком упадке. Даже ходил слух, что город продан с потрохами, мол, дома все снесут, а на их месте построят шинный завод. Грейди опять посмотрел через дорогу и вздохнул. Кто бы объяснил, почему старое кафе в таком запустении? Это неправильно. Туда ходили как в гости к добрым друзьям. Там хозяйничали две замечательные девушки. Иджи Тредгуд и Рув Джемисон. У них столовался весь город, все путейцы с семьями. В каждое Рождество хозяйки и поварихи Сипси накрывали шикарный стол. Мы угощались, открывали подарки, пели гимны. Грейди вдруг всхлипнул. Поспешно отвернувшись, он высморкался в носовой платок и смущался.